МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. День Нижегородской области прошел на международной выставке форуме «Россия». Социальные участковые помогают нижегородцам проголосовать по программе «Вам решать». Нижегородцы отправили гуманитарный груз для раненых бойцов в Донецкую больницу. Подробности далее. Нижегородская область 100% настоящая Россия. Под таким девизом на международной выставке проходит День нашего региона. Многообразие края от народных промыслов до современных технологий отражает стенд области. Я мечтаю, чтобы люди, которые посетили стенд, хотя бы малую толику той любви, той природненности к этой замечательной земле обрели, которую за эти годы обрел я. Десятки мастер-классов, лекции, викторины и, конечно, приятные подарки. Так москвичка Наталья Чирилова неожиданно для себя выигрывает сертификат на путешествие по Нижегородской области. Очень рада, не то слово. Нижнем Новгороде никогда не была. Ну а главные достижения нашего региона, ключевые проекты последних десятилетий, представляет губернатор Глеб Никитин. После вдохновляющего выступления сомнений не остается. Нижегородцам есть чем гордиться. Молодежь называет нас столицей столиц. Кто еще может претендовать за такую роль? Нижний Новгород – самый лучший! Многие уже знают о том, что Нижегородская область – это один из самых динамично развивающихся регионов. Мы сегодня в этом еще убедились. Не только современность, но и многовековые традиции. Свадебный обряд рубежа 19-го и 20-го веков разворачивается на глазах у изумленной публики. Церемония бракосочетания с соблюдением всех обычаев Нижегородской губернии закрепляет союз пары из Семенова. Объявляю вас с мужем и женой. Поздравьте друг друга! С самого начала это была радость. И в конце это уже были слезы, но это слезы тоже радости. Знакомит гостей и с гастрономическим разнообразием региона диковинки волжской кухни от лучших нижегородских поваров. Чем угощаете сегодня? Это каша-карбинка с нашим волжским сомом. Сом готовится специальным образом по технологии рассольного сома. Украшаем это все моченой брусникой, микрозеленью и фермерским сыром. Кухня изумительная! Все было очень вкусно! Столько рыбы, судак, щука, карась! Деловая программа не менее насыщенная. Подписываются сразу два соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при правительстве России и Центром поддержки инжиниринга и инноваций. Вручаются награды за плодотворное сотрудничество с Нижегородской областью. Ну и, конечно, День региона – повод не только познакомить гостей с его историей, но и признаться родному краю в любви. Бывая абсолютно в разных регионах и странах, я всегда с любовью возвращаюсь домой. Для меня Нижний Новгород – это моя земля родная. Между тем, ажиотаж на стенде Нижегородской области не утихает. Весь день здесь царит особая душевная атмосфера. Нижний Новгород и сама область влюбляют всех, кто в нее приезжает. Ну и наш павильон точно такой же. Я в восторге от стенда, потому что он безумно красивый. Я горжусь то, что это сделалось руками Нижегородской области и нижегородских людей. Будет происходить. Нижегородская область может стать лучшей на выставке России. На официальном сайте проходит голосование за стенды регионов. Ну а увидеть наш стенд воочию и буквально обойти пешком всю Россию можно до 12 апреля включительно. Служба информации Наталья Куликова, Ренат Бегбаев. Здравствуйте, это социальная участковая Юлия. Юлия Соколова с прошлого года работает социальным участковым. Ее уже знают практически все жители многоэтажных домов на участке. Пришла к вам рассказать. У нас сейчас опять идет голосование. Вам решать. У нас в Московском районе 4 школы детских площадки. Потом по Московскому району еще детские площадки. Народные 82. Не в первый раз Юлия помогает им благоустроить территорию с помощью губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать». Делается. Это не то, что нам нравится этот проект. Общаюсь с другими социальными участковыми также на собрании. Мы общаемся, делимся эмоциями у кого, что сделано. Например, у кого-то уже детская площадка. Так что мы двигаемся, двигаемся потихоньку, только вперед. Проект «Вам решать» на конкурсной основе поддерживает инициативы разного характера. Это может быть детская или спортивная площадка, водопровод, околоподъездная территория. Социально-участковый помогает жителям принять участие в голосовании. Давайте проверим, как же идет голосование «Вам решать». Юлия, расскажите, пожалуйста. Вот у нас такие информационные газетки есть. Либо мы заходим на голоса.ру, либо мы через QR-код. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Наводим камеру на QR-код. Вот наш проект. В этом году на поддержку инициатив выделена рекордная сумма – 1 миллиард 200 миллионов рублей. Деньги потратят на те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов. Сейчас на голосовании свыше тысячи проектов. Не впервые голосую «Вам решать». В том году нам уже сделали дорогу. И надеемся, что в этом году тоже нам улучшат и улучшится наша жизнь. Дороги у дома номер 15 на Цоромском шоссе местные жители радуются уже больше полугода. За время существования проекта «Вам решать» реализованы тысячи инициатив. Он очень важен, потому что, во-первых, он позволяет людям решить наиболее насущные вопросы, которые их волнуют. А во-вторых, почувствовать свое участие, что каждый человек имеет свой голос. Этот голос услышан, и потом он уже будет реализован в виде народных проектов, народных инициатив. В конкурсе участвуют инициативы по благоустройству со всей Нижегородской области. Выбрать объект благоустройства и проголосовать за него могут все желающие. Служба информации Анастасия Морозова, Вячеслав Орлов. Вчера наши ребята, автор Заводского района, смастерили обереги для наших солдат. Хотел, чтобы они не болели. Еще хотел, чтобы они помнили, что их дома ждут и любят. Красную коробку, наполненную поделками, конечно, искренней детской любовью, пятилетний Данила Зотов от лица всех воспитанников 34-го детсада передает организаторам гуманитарного сбора. Очередная партия гумгруза отправляется из автозаводского района в Донецк, в больницу имени Калинина, где проходит лечение бойцы с передовой. Для успешного восстановления героев в составе гумгруза, конечно, передают лекарства, но этим неравнодушные автозаводцы ограничиться не смогли. К нам обратились, конечно, попросили только медикаменты, это кровоостанавливающие препараты, это йод, там целый список, но мы не могли там только медикаменты взять, жители несут, и получилось и теплые вещи, какое-то нательное белье, но оно тоже очень нужно. Нужны маскировочные сети, о такой необходимости говорят сами бойцы. Узелок за узелком, полотна старательно плетут волонтеры. Зима вступает в силу, поэтому в ходу не только ткань цвета хаки, но и белая. Поддержка и внимание здесь в каждой детали, чего только стоят надписи на мешках с готовыми сетями. Занимаемся этой деятельностью уже больше года, поэтому ребята о нас на передовой уже знают, обращаются самостоятельно, пишут непосредственно в личные сообщения, пишут свои заявки, поэтому у нас очень точная, очень адресная помощь. Мы привозим именно то, что нужно конкретному подразделению. Они уже уверены, что все, что они заявили, все, что попросили, до них дойдет, они получат это лично в руки, и, соответственно, мы просто уже дружим. Очень много неравнодушных жителей, очень много членов полицовета, депутатов, единороссов, которые приняли участие в этой акции. Образовательные учреждения, детские сады, школы, учебные заведения, общественные организации. Вот все объединились в едином порыве таком помочь. Передать гумпомощь для бойцов СВО все желающие могут также через штаб общественной поддержки и общественные приемные Единой России. К слову, на базе последних также открыты центры поддержки для семей военнослужащих и мобилизованных в зону проведения СВО. А пока очередной гум-конвой в пути автозаводцы уже формируют новый, в котором, помимо необходимых вещей, снаряжения и техники, обязательно появятся новогодние подарки и поздравления. Служба информации Екатерина Васильева, Никита Григорьев.